Друзья, всем привет! Рады приветствовать вас на канале На Пару. Мы прошли с Максимом все стадии. Отрицание, гнев, торг и в итоге пельмени. После ролика, где я готовил всякие вкусности, вы его по-любому посмотрели, мы поняли, что жареные пельмени, как минимум, если они хорошие, то это очень вкусно. Поэтому мы сегодня делаем официальный на пару тест дешевые слэш дорогие пельмени. Мы их все сварим одинаково на одинаковой основе, в воде, соли и так далее. И скажем, какие вкуснее. И самые вкусные пожарим. Чтобы сразу не было к нам претензий, чтобы мы купили не те, я взяла те пельмени, которые вы советовали в комментариях. Плюс мы спросили еще у эксперта Вани, он и любитель, но он посоветовал все те же. Разница между самыми дешевыми и самыми дорогими практически 4 раза. Посмотрим, стоит ли оно того. Также посчитаем цену на грамм, если Алина на монтаже не забудет. Но если вы также в шоке от того, что мы снимаем такой ролик и давно этого ждали, поставьте лайкусик, я вижу, что вам готовка заходит, я готов еще что-нибудь помутить. Ну и возьмите что-нибудь вкусного, иначе не доживете до конца видоса. Слушай, я думаю, знаю, как развести на лайки. Поставь лайки, если любишь пельмени и варишь их каждый вечер. Тренды, привет! Мы сейчас возьмем самую дешевую троицу, сварим их, попробуем, чтобы не остывало. И дальше приготовим горяченькие, тепленькие, также дорогие. И скажем своих фаворитов. Мы будем честны, честно. Честны, честно. Инфосотка. Но готовить будешь ты. Причем самое смешное, мне кажется, наглядно видно, которые дорогие, какие дешевые. Дорогие стоят, дешевые лежат. Но покупка ничего не значит. Согласна. Кстати, пока не забыла, вы помните про наших друзей OneX? У них самые высокие кэфы, пополнение без комиссий и моментальные выплаты. Переходите в закрепленный комментарий, а эта промо дает бонус до 100 долларов. Удачи! Ну что, магия монтажа, каких-то 10 минут и пельмени уже на столе. Хочу отметить сразу, что они совсем по-разному выглядят. Если честно, вот эти меня пугают, у них прям много теста торчит по бокам, как, знаете, крылья у птички. Они домашними, мне кажется, у меня бабушка так делала. Я люблю более которые, знаешь, такие концентрированные. Стоп, ты же не любишь пельмени. Но я понял, что визуально мне вот такие нравятся больше. Главное, что на вкус, главное, чтобы не было вот этого дешевого мяса. Так, предлагаю начинать с красной цены. Да. Как с эталонных пельменей. У меня сегодня весь день, кстати, болит живот, поэтому мы сегодня решили снимать, типа, если что, хуже не будет. Золотая вилка. Они какими-то очень белыми. Пахнут, как вот классические пельмени. Мне кажется, вот я в детстве такие ел. Да, Иви даже хочет, видите, пахнут они, кстати, сильно. Они перченые очень внутри. Да, они с какой-то приправкой, но при этом мясо хорошо у нас сварилось. Оно не развалистое, но его меньше, явно меньше, чем мы любим. Но если честно, мне не нравится тесто. Здесь очень странный состав. Говядина, потом мясо птицы, механические обработки. Ну, в общем, состав такой себе. Мясо почему-то не в первую очередь стоит. Ну, давайте мы сегодня будем называть свои оценки, не отталкиваясь от цен на товары, то есть именно по вкусовым. Я об этом поставил 6. Мне не очень понравилось, что уже перец внутри так много. Ну, мне было нормально. Как будто специально перебивает какую-то гадость. Из-за этого 4,5. Кстати, напишите в комментах, с чем вы едите пельмени, потому что вот мы, честно, когда тогда начали жарить, мы потом еще повторили этот эксперимент. И пробовали их совсем. Горчица. Мне понравилось, опять же, с моим соусом карри манго. У меня есть любимая горчица, я везде пихаю. Такой Максима соус манго. И вот эти очень оболочка у них разварилась. Их даже вот, смотрите. Они, потому что внутри оказались со сливочным маслом. Я, видно, перепутала. Из-за этого они сочнее должны быть. Они вообще другие. Вообще другие. Масло чувствуется. Ну, чувствуется такая жирность немножко, да, я бы сказал. Ну, и по цвету видно, что они самые желтые сегодня, да. Они жирнее. Они жирнее. Но мне не очень понравился фарш. Ой, его как-то, во-первых, очень мало. Хотя по-самому по себе они маленькие. Но все равно чувствуется, что он... Ну, вот первые или вторые? Блин, психологически здесь срабатывает. Не, у меня такого нету. Ну, по вкусу все-таки, наверное, вот эти. Я, честно скажу, первые. Потому что вот я всегда говорил, что мне не нравится в пельменях это послевкусие. И вот я первые съел, пожевал, почувствовал там мясо, тесто, какого не было. И все. А вот здесь я чувствую, что, знаете, как когда ты поел чеснока. И хочется, типа, ну, чесночного хлеба, например. О, ничего себе. После вкуса долго у меня. Вот я до сих пор как будто пельмени съел. Но они специфические. Вообще, бульмени, это же вот горячая штучка. У них очень много всяких там... Ну, некоторые, мы тестировали же, кстати. А некоторые хороши. Мы, то есть, не против, если хотите рекламу, пишите. Просто это конкретный вкус так себе. Но мне он неплохо, но мясо какое-то странное. Здесь казалось, что мясо было получше. На балл меньше. Следующий ложарничок. Ложкарев. Ложкарев. Я сразу говорю, я не буду сбрасывать балла за внешнее. Хотя внешнее не меньше всего нравится. А мне больше всего. Но мне нравится то, что тесто не разводилось, как у вторых было. Варила я всех одинаково? Одновременно прям засыпали. А вот эти очень пресные. Да. Их надо перчить, солить сильнее. Мы все посолили немножко, мы специально не стали перебивать. Они пресные. Если честно, самые худшие из этих трех. Да. Они прям... Да, прям, прям, да, 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 прям все стошнило. Мне стошнило, но какой-то ужасный привкус. Когда я думаю плохие пельмени, вот это я представляю. Вот примерно такие пельмени я и говорил, что я не могу. Поэтому мы их и не любим. Но они вообще того не стоят. Но честно, две пачки тех вкуснее и отсытнее, чем вот это. Да, да. Даже красная цена по вкусу, по крайней мере, вкуснее вот этих. Четыре. Я бы даже... Это плохо. Такую даже рекламу не стали делать. Прям очень плохо. Но вот теперь интересно, эти стоят уже в два, в три раза дороже. Будут ли они реально вкуснее? Потому что, может быть, мы тогда на психосоматике сработали, да? Да, возможно. И тем более мы их жарили. Жареные, мне кажется, вы знаете, как жареные... Почему вот когда ты в деревне где-то все жарят? Потому что жареное, оно вкуснее. Убиваются многие запахи, появляется корочка. Поэтому мы и хотели сегодня сделать вареное. Поэтому... Мне кажется, просто вареные, они поистине показывают вкус, какой есть. Особенно в случае вот с пельменями, реально. Ну и судя по комментам, большинство людей все-таки варят. Поэтому мы для вас стараемся. Не буду говорить, что мучаемся, потому что сейчас времена такие, что явно большинству людей похуже. Мы тут пельмени свои пробуем. Кстати, в комментариях пельмени Цезарь победили просто с невероятным отрывом. Это, которое мы с тобой прошли? Да. Что это самое вкусное и лучшее пельмени, которое существует. Серьезно? Да. Я, кстати, только раньше знала сибирскую коллекцию. Честно, вот эти маленькие порции, мне кажется. Так, чисто на ощущение. Прикинь, здесь металлическая окантовочка. Они самые дорогие, сразу видно, да? Алин, пока ты готовила вторую порцию, кто себе пельмени сожрал? Я. Мне кажется, это показатель того, что они вкусные. Я сначала одну, а дальше как семечки. Ну что, наконец-то готовы мои пельмени. Вы видите, мы специально разделили. Там пусть она, здесь мое. Если честно, вот сразу скажу, визуально мне нравятся вот эти. Мироторковские какие-то очень большие. Больше похожи вообще на вареники по внешнему виду. Я даже удивила, что бывают такие большие пельмени. И, кстати, пока я готовила, я прочитала состав. Это единственные пельмени, Мироторг, где не добавили мясо курицы. У всех пятерых есть мясо курицы, здесь нет. Не знаю, с чем это связано. То есть, единственные, где не будет каннибализма. Да, курица не будет есть курица. Курица-то я, если что. Я готов пробовать. Золотая вилка, здесь она актуальна, как никогда. Ну, прям они другие. Хотя, все равно рвутся, но эти не так сильно. Знаешь, есть такое ощущение, что здесь надо жевать. Вот оно сказывается из-за того, что там было какое-то непонятное мясо, как будто пережеванное уже. Оно проскальзывало прям, а здесь чувствуются волокна мясистые. Да, то есть, ты жуешь, здесь мясо лучше. Но, если честно, на контрасте я не могу сказать, что тесто лучше. Но мясо однозначно пока что самое вкусное. Но все равно у каждого пельмени есть свой привкус, даже бульон с этим привкусом получается. И вот здесь немножко вытекает такое сочное, нежное. Они чем-то мне похожи на пельмени. Похожи, да. Хотя здесь нет ничего сливочного, здесь классические пельмени. Пельмени? Ну, я бы поставил 8. Я бы тоже, прям очень хорошо. Но это тот самый Цезарь, которого все хвалили. Прикинь, сейчас окажется, что нам понравятся какие-то другие. Вот будет классно. Я прям, я бы даже хотел. Я верю почему-то вот в эти, мне визуально они тоже нравятся. А я верю в большие пельмени. Мне больше все не нравится, когда варят пельмени и вода заливается, много воды внутрь. Вот я прям не люблю это. Это совершенно другие пельмени. Если у этих всех была пустота, то здесь прям тесто натянутое на мясо. Там вообще нет пространства. Да, я тоже хочу даже это показать. Смотрите, я пополам вилки разломал. Я такого никогда не видела. Там прям битком, ну типа, вот битком, битком. Если здесь тесто с мясом, то здесь мясо с тестом. И они такие плотные очень. Ну, я не могу сказать, что супер вкусные. Эти все-таки были повкуснее. И пельмени мои, которые я съела, тоже были вкуснее. Я понял, тебе они зашли. Ну, тогда зачем переплачивать? На самом деле, с тобой согласна. Но все равно психологически, знаешь, эти дорогие пельмени, хорошие. Я сейчас на Мираторговский мне, вот я переживал, а смысл, ну, 6-7. Они сами по себе, по текстуре неплохие. И тесто неплохое. И неплохое мясо. Вот с чем-то там, сметаной или соусом. Я всегда говорю, если нужен соус, и без него ты не можешь съесть, значит, это плохой продукт. Вот также, если ты не можешь съесть, там найдется, значит, они плохие. И, кстати, еще очень важный вопрос касаемо пельмени. С водой или без? Многие люди юшку-то еще и любят. Я, если честно, из тех людей, которые в ролл-то не выливают даже. И в душераки. Я просто обожаю добавлять уксус в пельмени. Вот раньше, когда я их ела еще у бабушки, были такие времена. Ну и последнее, сибирская коллекция. Это единственный бренд пельменей, который я знала до этого. Но выглядят они симпатичные. Они давно на рынке, и причем есть очень много разных вкусов. Есть маленькие, побольше. Они пахнут, как вареники почему-то. Да, кстати. Как будто вот как с творогом, который. Кстати, вареники, вот слово пельмени, я вареник бил. Здесь специи, если ты видишь. Здесь уже однозначно есть специи, их можно не перчить, не добавлять, и все. Интересно. Ну, это тоже классические. Это похоже на приправы из ролл-тона. Да, есть такое. Куриного ролл-тона, да? Мироторговские на фоне такие пресные. Я бы сказал, они наравне с вот этими. Я еще один возьму. Это те, кто не любит пельмени. Ты уже сожрала килограммы. Ммм, очень вкусно. Блин, слушай, пельмени приятно удивили. Ну, не все. Не все. То есть некоторые оправдали ожидания. Эти пока 9 для меня. Ага. Эти 8 с половиной. Этим я поднимаю балл. Теперь это 7. Эти 3 бренда я бы еще купила. Но мне, если честно, они наравне. Я люблю больше, вот все-таки, наверное, вот эти бы я сказал. Классические. Здесь вкус специфический все-таки. Он специфический, они не прямо классика. Если честно, если, опять же, бюджет, вот эти. Вот они не намного хуже. Вот я вот эти ставлю. По сравнению с вот этими, да, эти были, правда, лучше. Интересные пельмени мироторговские. Какие-то они неоднозначные. По поводу качества пельменей, они качественно реально чувствуются. Но по поводу вкуса, вот надо их пожарить. Давай попробуем пожарить в следующий раз все. Ну, получается, раз мы вот эти уже жарили, давай тогда возьмем вот эти пельмешки, пожарим их, попробуем, скажем свое финальное мнение. Но победителей для меня 2. А ты, как я понимаю, зовут эти. Очень близкие. По упаковке цвета у них похожи, по цене они похожи. Эти немного дороже были. Но все они стоят 550 рублей, плюс-минус. Ну что, надеюсь, вам понравился данный ролик. Мы уже протестировали пельмени на Иве. Она в безумном счастье. Так что не переживайте, мы их выбрасывать не будем. У нас есть куда выбросить. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Пишите, что вы хотите, чтобы мы приготовили. Или протестировали, продегустировали. Готовы пожертвовать своим здоровьем. Гурманским вкусом, да. Подписывайтесь на канал. У нас осталось с нами. На пару веселей. А я пошел фигу 23 снимать. Потому что она уже здесь. Он даже постригся по такому поводу. Даже на свадьбу не стригся. Алина, по ощущениям, приготовила всю пачку, а они дольше жарились, она сказала. Но, если честно, вот даже жареные, те вкусные. Короче, для меня финальный. Ээ, тихо. Мы снимаем, работаем. Финальный это в веселье. Я больше пельмени убедить не могу. Честно, да есть, пожалуйста. Я пошел в работу.